Житье на заставе ведьме уже разностайно назвать тяжко, а ей сумывать тут часу нема. Учебные занятки проходят каждый день, причем их тематика самая разная. За полтора года солдат повинен оболодать основами следопытства, доведаться про особливости деяния разведывальных групп и про все курсы психологичных занятков. Правда, не глядячи на загруженность, час надпочинок так само никто не отменял. Тем больше, что умовы для этого зусим не дренные. Многие подразделения находятся у будинках былых школ и детских садов. Заставы формировались на базе бывших школ, детских садов. В их реконструкции и обустройстве принимало активное участие руководство Гомельского областного исполнительного комитета, потому что необходимо было в кратчайшие сроки сделать ремонт, для того, чтобы туда могли приехать полноценные подразделения. Две заставы, одна уже функционирует, вторая в этом году будет у нас водиться. Это уникальные заставы, которые дислокируются на воде. Непосредственно дислокация заставы. Это реконструированные бронвахты. Учебная эта тревога тесоправдная пограничник не ведает николи. Тренировки на заставе проходят постоянно. На этот раз отпрацовываются деяния по обороне заставы. По легенде, мясовый джихар вы решил набрать пальво с пограничной техники, для чего незаконный перейдет с просохороджу, оснащенную, до речи, некакими ступенями обороны. Покой для заховывания сброи. Литерально за пару секунд солдат повинен отрывать тут таску, автомат и два магазина с патронами. И еще просто некаких секунд заставы будет готова до ведения бою. Для выконания команды до бою часового норматива нема. Але просто одну хвилину все будут на своих местах. Можно навод форму полностью не опрынать. Головное – поспехово выконать поставленную задачу. Стой, пограничный наряд! Стой, приятный! Проба незаконно трапить на территорию заставы по успехам николи не завершается. Умовный порушальник затриманный на гетерас. Правда, в реальности местовые жахары таких спроб у вугули не предпринимают. 20 годов тому, коли на белорусско-украинской мяжи заявили себе пешие военнослужащие, Версковцы часто не могли заразуметь метазгодность их знаходжения. Пограничников тут не было николи. Зараз ситуация совсем иншая. Отношения к пограничникам у местного населения достаточно положительные. Помогают в случае обнаружения неизвестных всегда отзваниваться. Облегчая нам тем самым работу. Олег Сентюров, Валерий Копанько, телеградовая компания «Гомель», белорусско-украинская граница.